Прогулка по городу в стиле кросс-степ и в ритме вальса. Так все и было на набережной в эти выходные. Принять участие в акции и сделать несколько помог любой желающий. Наш корреспондент Дарья Небора подумала, почему бы собственно и нет. Ну и вот что у нее из этого получилось. Последние теплые деньки в Хабаровске. Наверняка многие провели выходные на даче, кто-то съездил на шашлыки. А я вот решила сходить на кросс-степ прогулку. Первое, о чем я подумала, когда получила приглашение от друзей, что это какая-то пробежка, возможно спортивное мероприятие. А оказалось, что кросс-степ это танец. А если точнее, то разновидность вальса. Прогулка будет проходить на набережной. Здесь нас уже ждут ребята из студии бального танца Амьен. Арина, привет! Расскажи, чем мы сегодня займемся? Добрый день! Сегодня у нас эдвардианская прогулка или кросс-степ прогулка. Общаемся, танцуем, фотографируемся, гуляем. Как вы заметили, все участники одеты в стиле того времени, в стиле эпохи кросс-степ. Для дам это платье в пол, либо длинная юбка. Как минимум до щиколотки. Блузка с закрытыми рукавами, перчатки, сумочки-ридикюли. Для кавалеров костюм, перчатки, трость. Конечно, мне хотелось соответствовать дресс-коду. Как считаете, мой наряд подходит к кросс-степ вечеринке? О, прекрасно подходит. Совсем немного подлиннее юбку, брошку и будет потрясающе. Я ничего не смыслю в танцах. Скажите, чем кросс-степ отличается, допустим, от обычного вальса? Немножко другой вальс, то есть он образован от вальса бастон. Он гораздо медленнее и у него совершенно другой базовый шаг. То есть он легче или сложнее? Его, скажем так, гораздо легче начать танцевать, но сложнее освоиться для импровизации. Прохожие с любопытством нас рассматривают, некоторые даже фотографируют. Ну и какая же степ-прогулка без танцев? Мне даже выделили кавалера. Его зовут Глеб. Глеб, что будем танцевать? Будем танцевать кросс-степ вальс. Для этого нужно научиться в первую очередь шагать правильно. Смотрите, мы сейчас с вами пойдем с очень простым шагом с вашей стороны. Вы идете с левой ноги нахрест прямо, вперед, вперед. Танцы танцами, но вместо граммофона ребята используют портативную современную колонку. Девочки, расскажите мне про ваши прически. Мне кажется, такая сложная конструкция. На самом деле прически делаются легче, чем выглядят. И состоит сама конструкция из двух внутренних частей. То есть вот эта часть является встроенным валиком, так же, как и сама верхняя часть. Она точно так же представлена внутри специальным наполнением. Но именно в том периоде были очень популярны накладные волосы, и больший объем достигался именно за счет этого. Вы друг другу делаете или каждая сама свою прическу? Сегодня каждая сама. Вообще бывает, что к некоторым мероприятиям мы помогаем друг дружке. Кто-то делает прически, кто-то помогает их потом собирать. Но вот на эту у меня ушло минут 20, наверное. Я представляю, как бы я нервничала. Если бы я себе такое делала, максимум, что я умею, это хвост. Ну что ж, все хорошее быстро заканчивается. Вот и наша прогулка подошла к концу. За полтора часа мы обошли всю набережную, танцевали на трех разных площадках. Кстати, меня пригласили на следующую встречу. Она пройдет в стиле романтизма. Пообещали дожидать несколько уроков танца. Дарья Небора, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».